Итак, добрый вечер. Здравствуйте, кто смотрит в прямом эфире, кто на Мирополисе подключен. Добрый вечер, кто будет потом смотреть в записи. Добрый вечер. Сегодня у нас немножко нестандартный будет вебинар. Нам как бы нужно в любом случае продолжить тему нашей дубликации, о тех шагах, которые мы делаем для того, чтобы привести к успеху себя и свою команду. Но еще я расскажу о практических действиях, которые мы лично проделывали, проделываем и проделали в этот раз, в этом месяце для того, чтобы наша команда была более дружная и крепкая и работоспособная. Меня зовут Федорова Любовь. Я являюсь куратором Латвии региональным и спикером по дубликации. Мы тему дубликации рассматриваем обычно в восьми задачах, таких восемь основных направлений, которые необходимо понимать, уметь осуществлять для того, чтобы мы могли работать, чтобы мы могли научить работать свою команду. И это такие задачи, как постановка цели, создание книги контактов, работа с ней, планирование времени, телефонные звонки. Мы должны понимать, что такое основной побуждающий фактор, что именно побуждает людей вообще вставать и идти что-то делать, идти к своей цели. Как делать презентацию с учетом психотипа людей для того, чтобы, можно сказать, мы максимально могли достигать своей цели. Потому что если мы презентуем проект, если мы его приглашаем в бизнес, то, конечно, наша цель, чтобы человек сказал «да». Поэтому очень важно научиться с каждым человеком разговаривать по-своему, потому что каждый человек – индивидуальность, и мы это тоже рассматриваем. И вот сегодня мы говорим о теме сопровождения. Сопровождение, помощь – это тот тоже немаловажный момент, когда мы помогаем и учим своего приглашенного стать успешным, так скажем. Потому что мы сопровождаем как раз тех людей, которые идут с нами в команду, которые будут работать, которые изъявили желание тоже строить команду. Здесь есть свои правила и свои принципы. И вот сегодня мне бы очень хотелось коротенько поговорить по самой теме, потому что все-таки мы работаем для новичков, но у нас идут повторы, и очень много в записи есть уже материалов. Вот. Что такое правильное сопровождение? То есть его можно делать правильно, а можно шаги делать неправильно. Как мы делаем, осуществляем индивидуальное и групповое сопровождение? Что нужно делать для того, чтобы поддержать команду в ресурсном состоянии? Ну, немножко можно поговорить о конверсии, от чего она зависит, если у нас хватит времени. Потому что сегодня больше всего мне хотелось бы остановиться на третьем пункте о ресурсном состоянии команды. Что это значит? Это значит общение. Это общение в неформальной обстановке. Это проведение всевозможных выездов, праздников и посещение семинаров всей команды, может быть, даже, которые абсолютно не связаны никак с тем бизнесом, в который мы пригласили этих людей. Просто когда люди общаются не только в рабочей обстановке, не только о работе, а еще и на, как скажем, на отвлеченные темы, есть возможность поговорить, да, то это очень команду сближает. И сегодня мне хочется об этом рассказать поподробнее, как мы съездили в Марину-Горку, чтобы вот тоже свою команду собрать и сблизить людей в команде. Но давайте по порядку. Мы, когда рассматриваем систему дублирования, вернее, схему дублирования системы, то мы говорим о том, что она состоит из четырех шагов. Мы сначала приглашаем человека, потом даем ему, ну то есть мы выбираем человека, да, и приглашаем его навстречу. Даем ему информацию о проекте, берем обратную связь на третьем шаге, да, и четвертый шаг, когда человек сказал, да, мне нравится, я иду с тобой, у нас начинается четвертый шаг вовлечения в систему поддержки. И вот это как раз и есть самая основная работа по сопровождению. Как раз именно тогда, когда человеку все понравилось, он на хорошей позитивной нотке говорит, да, я хочу. Как говорится, с обеих сторон еще присутствует такое радостное воодушевление, ему понравился проект, ему понравилось наше предложение, да. Нам необходимо сосредоточиться как раз на всех дальнейших шагах для того, чтобы довести нашу встречу до конечного результата. То есть опять наша цель, какова цель? Пригласить человека и чтобы он остался в нашей команде. Значит, нам нужно сделать все необходимое для того, чтобы дать ему всю информацию, чтобы он не перегорел, не передумал. Потому что может быть такая ситуация, что он остынет или найдет какие-то для себя, может быть, факты, которые скажут тому, что не нужно идти в этот проект. Тогда, можно сказать, мы на это не могли повлиять. Но если мы понимаем, что ему нужна была наша помощь, ему нужна была наша поддержка, мы этого не сделали, то, конечно, это наша вина, что человек не останется в проекте. И очень важно эту поддержку оказать буквально в первые 24 часа после того, как он узнал или после того, когда мы получили положительную обратную связь. Он говорит, да, классно, мне нравится. Давай, что мне надо делать, да? То есть мы выходим с ним на связь и начинаем ему помогать. Если же мы ему дали информацию о проекте и забыли позвонить сегодня, завтра, послезавтра, и уже прошло 4, мы на пятый день звоним, то вот процент того, что он будет с нами, что он придет в нашу команду, очень уменьшается. Если мы его оставили на неделю и больше, то этот процент вообще становится очень маленьким, 7%. Это статистика, что человек остыл, перегорел, нашел какие-то антиаргументы, кто-то что-то другое предложил и переключили его, да? Или вообще что-то произошло. Вот, поэтому самое главное оказать вовремя эту поддержку. И что в этот четвертый шаг входит? Конечно, мы знакомим его с кабинетом, с разделами, с маркетинг-планом, показываем, где находятся реферальные ссылки, платежные системы, каким образом мы осуществляем платежи, вот, рассказываем, где брать официальную информацию, то есть правдивую, правильную информацию, то есть только на официальных ресурсах, мы знаем, у нас их очень много, и каналы, и наш личный кабинет, только возьмите, там столько новостей, что читать не перечитать, да? Ну, также на сайте Юнецкого тоже очень много информации разной печатается. И вот, когда мы говорим о поддержке, можно ее разделить на три этапа. Это знакомство, индивидуальное сопровождение и сопривождение всей структуры. Что значит знакомство? Когда к нам приходит человек в команду, нам важно понять, кто он из трех категорий – потребитель, продавец или строитель бизнеса. То есть если он просто потребитель, если он просто хочет стать акционером и потом посмотреть, что из этого выйдет, получать дивиденды, там, сделать пакет, условно говоря, себе и детям и все, то это потребитель, и мы понимаем, что он имеет на это право. Когда мы выясняем, что он не хочет работать, ему не нравится работать, он не будет никого приглашать, ему не нужны никакие реферальные деньги, да, то мы его, конечно, оставляем в покое. Бывают люди, которые, ну, буквально продавец, он может приглашать в первую линию, он умеет продавать, умеет пригласить, продать, пригласить, продать, он может выстраивать огромную первую линию, вот, но он не умеет строить структуру, он не хочет, ему это неинтересно, то тоже, как говорится, имеет право на существование, такой человек в нашей команде, мы просто понимаем, кто это, и работаем с ним соответственно. А есть реально люди, строители бизнеса, это бывшие сетевики или начинающие сетевики, которые понимают, что именно так выстраивается команда и начинают у нас там запрашивать какую-то информацию, то мы с ними работаем соответственно. То есть, когда мы познакомились с ними, мы понимаем, как выстраивать с ними свою работу. Также очень хорошо, если мы научимся из категории потребитель перевести нашего клиента в категорию продавец, еще лучше строитель бизнеса, или вот там из продавца строитель бизнеса. То есть, это только нам большой плюс, но, естественно, этим людям, потому что мы их научим зарабатывать в краткосрочном периоде, сегодня и сейчас, как говорится. Вот. Но очень важно, как выстраивать свою работу, как выстраивать свою систему поддержки с людьми. Вот для этого нужно понять, кто перед нами и как он собирается дальше работать. Дальше идет индивидуальное сопровождение. То есть, когда мы с вами говорили, что мы пишем список из 100 контактов, делаем какие-то первые звонки, ставим цели, пишем планы, то все то же самое мы проделываем с людьми. Мы их учим. Мы рассказываем им, что вот именно так нужно начинать. Рассказываем и показываем. Мы можем даже давать им какие-то задания и на следующую встречу проверять эти задания. Тогда мы уже будем настоящим таким наставником, который вот учит работать, учит строить команду. Вот. Можно сесть, прописать план. Да, допустим, человек сказал, какие у него цели, и мы пропишем план, какие шаги он будет делать для того, чтобы прийти к своей цели. Можно поработать с лидерами из его глубины, то есть показать ему, как работает. Допустим, у него там уже выстроилась какая-то команда, но она уже затихла, там кто-то не работает. Мы показываем ему, приглашаем на встречу людей из глубины, мотивируем их. Вот это всё получается, что как бы мы его и сопровождаем, и в то же время обучаем, обучаем его работать. Также мы можем показать ему, как мы работаем по приглашению, там с третьим лицом. То есть попросить, если он ещё не умеет приглашать, попросить его связать с каким-то другим человеком из его окружения. Потому что если он сам не умеет, но ему очень нравится, вот он пришёл в проект, ему понравилось в этом проекте, но он ещё не умеет пригласить, он может просто своему знакомому сказать, послушай, вот пошли со мной. Или дать номер телефона и сказать, слушай, тебе позвонит мой знакомый, который меня пригласил в замечательный бизнес. Это такая вот просто очаровательная вещь. Поговори с ним, послушай его. Потому что тот, кто сам уже воодушевился, тот, кто сам уже доволен, он точно эту же эмоцию может передать своему знакомому. И получается, что когда рекомендации сходят от того, кто фактически уже использовал ваши услуги, то она создаёт вот эта ситуация, да, эта рекомендация создаёт дополнительный уровень доверия уже к вам, к проекту. Потому что вы не просто пришли к чужому человеку, давайте я расскажу, да, а у вас уже есть человек, который уже воспользовался нашими услугами, и который остался очень доволен, и который рекомендовал. Вот. Также очень важно быть всегда на связи. После первой сделки никогда не говори до свидания, да, если даже человек не хочет, ну, говорит, что он не будет строить команду. Мы всегда говорим, что давайте, можно я вам ещё позвоню, когда у нас будут интересные предложения, или можно я вам позвоню и приглашу вас в интересную поездку. Это тоже очень важно. И сейчас особенно, когда ещё не закрыты границы, когда можно в Белоруссию съездить и увидеть всё своими глазами, этой возможностью обязательно нужно пользоваться. Вот. И сопровождение всей структуры, да, вот как третий момент работы по поддержке, это сопровождение всей структуры. Что мы делаем, чтобы структура всегда была на связи, всегда была в курсе событий, в курсе свежих новостей? Что мы делаем? Первое – это мы создаём и ведём информационные чаты. Очень важно, чтобы каждый вновь добавляющийся в вашу команду человек сразу попадал в этот чат. И учить каждого человека, как только ты пригласил нового человека в команду, сразу добавляй в чат. Таким образом, вы будете видеть всю свою команду. У нас сейчас по новым законам, у нас закрыта информация по закону защиты личных данных людей. У нас в кабинете закрыта информация. Мы не видим в глубину, так как мы могли видеть данные людей, имя, имейл, номер телефона. Мы могли с любым человеком из своей структуры связаться. Поэтому сейчас мы не можем этого делать. И очень важно сразу создавать. Вы только начинайте делать свою маленькую команду, сразу создавайте чат. И каждого нового человека в этот чат. Тогда у нас никто не потеряется, у нас все будут информированы. Делаем рассылки. Можно смс-рассылки, можно вот в эти чаты какое-то информирование. Но в обязательном порядке всегда быть там, чтобы этот чат был живой. Проводить какие-то собрания. Можно онлайн, можно оффлайн, если в этом городе живете. Неважно, проводится у вас какая-то большая презентация или встреча региональная. Можете делать маленькие встречи конкретно для своей команды, для своей структуры. Очень важно посещать мероприятия, тренинги, семинары, которые не связаны с работой. Я уже об этом сказала. Когда это на отвлеченные темы. Если вы работали где-то в каких-то коллективах, когда на работе мы находимся в каком-то офисе, и, в принципе, постоянно у нас там идет какой-то живой процесс, и получается на работе о работе. А потом, когда работа закончилась, и если у нас получается, что там у кого-то день рождения или еще что-то, иногда бывает такой маленький корпоратив, люди встречаются уже в нерабочее время, я думаю, что вы согласитесь, что иногда ты понимаешь, что ты не можешь наговориться с этими людьми, хотя мы целый день и каждый день находимся вместе и общаемся по работе. Но так бывает, что когда мы встречаемся в нерабочее время, у нас оказывается так много интересных тем. Поэтому очень важно такие встречи тоже делать, прям брать их и организовывать. А еще лучше, когда это прям реальный отдых, вот такой совместный досуг. Вот это как раз и будет поддерживать команду в ресурсном состоянии, когда все будут друг от друга знать еще какие-то мелкие вещи, которые не касаются работы. Когда люди могут друг к другу прийти на помощь, поддержать, поделиться радостью, порадоваться друг за друга. Это все очень объединяет, это очень сплочает команду. И важно сохранять такие теплые контакты. Я, наверное, уже как бы и проговорила все, что не только о работе, но если мы знаем какие-то хобби, какие-то личные интересы команды, тоже каким-то образом это отмечать. Вот мы, например, когда делали какие-то встречи, придумывали какие-то конкурсы, и делали какие-то подарки людям за конкурсы, или просто там ко дню рождения какие-то подарки. Хорошо, когда учитывается его интересы этих людей. То есть человеку очень приятно получить подарок, но и особенно еще такой, который ему будет нужным, полезным или интересным. Поэтому очень хорошо, когда мы знаем много о людях, а узнать мы можем как раз, когда мы общаемся вне работы. Мне хочется сказать, что плохих презентаций нет, есть плохое сопровождение. Потому что что такое презентация? Это информация, информация о проекте. Ее можно красиво рассказать и прям сразу человека зацепить, а можно просто формально сказать, вот там и там и там, вот тебе ресурсы, вот тебе ссылка, иди получи эту информацию. Но информация всегда останется информацией. Но если мы это сделаем красиво, если мы человеку поможем, если мы ему сразу дадим понять, что он не останется один, что по любому вопросу, в любое время он может обратиться, это совсем другое. И команду свою, конечно же, нужно взращивать. Сейчас у нас так получилось, что первый поток людей у нас были сетевики. Это были такие люди, которые с большим опытом в 90-х, в сетевых структурах работали. А потом стали приходить уже молодые. И вот к молодым нужно было немножечко по-другому относиться. Те, которые хотели делать свою команду, они задавали много вопросов. И на эти вопросы, конечно же, нужно было отвечать правильно, для того, чтобы у них всё получалось. Картинку я такую поставила, она мне очень нравится, которая говорит о том, что вот если мы посадили цветок и дали ему землю, налили воды в лейку, поставили рядом, и поставили там, допустим, на окно, в светлое место этот росток, и для себя сделали вывод. Ну вот, мы ему дали информацию, мы ему дали землю, воду, всё, мы ему создали все условия, чтобы он рос, но он не растёт. Вот. Важно ещё подходить и его поливать. То есть вот это и есть поддержка. Не только дать всю информацию, но ещё всё-таки немножечко помогать. И для того, чтобы, допустим, вот если вот сейчас вы послушали и решили, да, я, наверное, сейчас проверю свою команду, я сейчас попробую что-то для неё сделать, но с чего начать? И задайте себе просто вопросы. Может быть, эти вопросы как раз-таки подтолкнут вас на какие-то действия, напомнят вам, с чего можно было бы начать сейчас, ну, проработку, допустим, своей структуры. Потому что если вы новый человек, то вы будете только начинать её строить. А если вы человек, у которого уже есть структура, допустим, как я, там, с 15-го года, то у нас в структурах есть очень много людей, которые вообще давно не заходят в личный кабинет, не смотрят никакие новости. И при случайной встрече говорят, ой, а мы что, ещё не закрылись? А я уже туда не захожу, а я думала, там уже ничего не происходит. Да, то есть иногда мы их называем спящими клиентами. Иногда бывает, когда ты ему расскажешь, да ты что, да у нас и предложений интересных много, и мы строимся, и начинаем рассказывать о достижениях, и этот человек как будто бы просыпается, говорит, да, ну раз так серьёзно, давай я посмотрю, может, ещё какой-то пакет возьму. И вот чтобы этих людей разбудить, может быть, следует нам какие-то сделать всё-таки действия. И чтобы понимать, с чего начать, можно задать себе вот такие вот несколько вопросов. Считаю ли я себя наставником или нет? Какие я делаю для этого шаги? Сколько партнёров в моей структуре? Знаем ли мы вообще, сколько партнёров у нас в структуре? Сколько партнёров я сопровождаю в данный момент? Сколько лидеров и мастеров в моей структуре? Со сколькими лидерами и мастерами я так и не познакомился? Может, стоит посмотреть, найти их, познакомиться, спросить, нужна ли какая-то помощь? А может быть, у нас есть такой мастер, которому остался один шаг до эксперта, а он даже этого не знает? Вот поэтому стоит посмотреть, посмотреть свою статистику, позвонить, предложить какую-то помощь. Сколько активных партнёров в моей структуре принимают участие в мероприятиях и обучениях? У нас проходит много мероприятий, много обучения, но знаю ли я, как вообще мои люди посещают их или нет? Как я им доношу, допустим, информацию о том, что будет какое-то мероприятие? То есть, скольким партнёрам в день я делаю звонки? Вот эти вопросы, они как раз помогут, может быть, сделать какие-то первые шаги для того, чтобы начать сопровождение, если мы давно этим не занимались, давайте так скажем. Или для новичка, чтобы он понимал, что нужно держать на вооружении, о чём нужно помнить и куда нужно фокусировать своё внимание. Так, это что касается сопровождения. Дальше у нас идёт конверсия, но я, наверное, сейчас остановлю и открою другую презентацию и расскажу вам, что проделали мы, своей командой, для того, чтобы наш регион, наша команда тоже была и поддерживалась, так сказать, в ресурсном состоянии. Это как раз тот пункт, когда нужно проводить досуг вместе со своей командой. И вот мы, латвийской командой, решили выехать в Марину Горку. Сегодня это парк, экопарк, акварель, который находится рядом с Мариной Горкой, который тесно примыкает и даже так, вот можно сказать, с двух сторон охватывает наш эко-технопарк. Большой парк, на территории которого и хозяйство с нашими теплицами, и большой комплекс отдыха на сегодняшний день построен. Комплекс отдыха уже начал работать. У него полностью в открытом доступе вся информация. Можно резервировать домики, можно резервировать номера, приезжать и отдыхать прямо на территории этой базы. Вот мне почему-то хочется это назвать база отдыха, как вот раньше в советское время была база, вот в таком понимании, когда вокруг много домиков и коттеджей, когда огромная территория, когда ты там гуляешь, и там в конце края нет, потому что в общей сложности все теперь наше совместное хозяйство занимает 186 гектаров земли. И мы приехали, тоже зарезервировали, значит, отель, приехали туда, и можно сказать, мы окунулись в какую-то сказку, мы побывали в каком-то раю. Я сегодня хочу вам вот прям буквально передать эмоции, которые мы пережили там, и прорекламировать вам этот экопарк-акварель, и пригласить туда и в следующие поездки, и может быть кто-то сам лично может сесть на свою машину и туда приехать, отдохнуть и насладиться вот этой атмосферой, потому что, если вы вспомните, мы всегда говорили, когда скайвейвцы собираются на территории экотехнопарка, то там даже погода меняется, там атмосфера какая-то сказочная, невероятная, там энергетика другая, да, то есть настолько там хорошо и комфортно, что мы всегда там чувствуем себя великолепно. Вот сейчас происходит то же самое, территория расширилась, энергетика удвоилась, расширилась, я не знаю, как это сказать, но везде, в любом месте, где бы ты там ни находился, ты находишься в раю. Я поставила несколько фотографий, которые я успела вот у себя собрать, что я успела сфотографировать. Мы, у нас Юра Шевкуненко, наш дизайнер, готовит ролик рекламный, мы потом сделаем, покажем, такой более профессиональный. Сейчас я просто делюсь своими эмоциями. Вот это вот такие виды из окна, то есть там так расположены коттеджи, что они практически из каждого коттеджа, есть окна, которые выходят на озеро или на какой-то канал, или на какой-то залив, потому что там огромное озеро, и оно с такими заливчиками, и там прокопали очень много каналов, сделали мостики через эти каналы, то есть там очень много прогулочных дорожек. Вот эта левая картинка, это конкретно вид из окна, просто был очень сильный туман, и за березами не видно, что там идет озеро, то есть нет горизонта. На самом деле там вот такой же вид, как на правой картинке, на правой фотографии там озеро, и здесь вот такие вот есть лавочки, шезлонги по всей территории. А это выход прямо из номера в сторону озера, то есть вот называется лайк-отель, он на семь номеров, ты в него заходишь со стороны двора, это как обычный отель, коридор, комнаты, вот, комнаты очень красиво, хорошо вставленное, все приближенно к, ну, максимально использованы, натуральные все материалы для отделки, вот, и когда ты заходишь в номер, то из номера выход у тебя прямо на улицу, то есть ты в номер заходишь, как в обычном отеле, а потом конкретно из своей комнаты ты выходишь прямо на небольшую терраску и на улицу на озеро, то есть утром открываешь глаза, и ты просто уже, можно сказать, балдеешь. Есть на территории такой летний вариант умывальников, как у нас когда-то в лагерях были, там можно было утром умыться, мы уже были, когда было прохладненько, мы не рискнули пойти умываться на улицу, номера все, конечно же, с удобством, с горячей водой, с отоплением, везде полы теплые, потому что в тот день как-то, когда мы приехали, было прохладненько, но есть такой вот вариант почувствовать себя в пионерском лагере. На всей территории сделаны какие-то скульптуры, какие-то очень красивые животные, то есть все показывает, что мы такая экосистема, которая живет в единении с природой, ты тут прям реально себя чувствуешь внутри природы. Вот так у меня получилось. Вот здесь на этой фотографии видны коттеджи небольшие, они двухкомнатные, и тоже сделаны очень здорово, потому что есть гостиная комната, есть две спальни. То есть в этих коттеджах, если он официально считается там четырех, вернее, да, четырехкомнатным, четырехместным, то есть дополнительные диваны, если приезжать с семьей, с детьми, то можно разместиться там, и по шесть человек будет абсолютно комфортно. То есть на все вкусы, на все случаи, разные виды размещения, они по ценовой политике разные, это тоже все можно увидеть на сайте, это тоже уже есть все в открытом доступе. Да, вот такое вот место отдыха на подвесных, я их назвала диванчики, но я не знаю, ну как лавочки, только они на цепях подвесные, вот можно такой большой компашкой сесть и отдыхать, разговаривать, а внутри, здесь, в этой корзине, мне кажется, что даже можно делать костер. Вот я сейчас не помню, потому что очень много было информации. Потом, когда Юрий сделает ролик, я думаю, он нам расскажет, что там можно было посмотреть. Скажу вам, что мы там были день, мы приехали вечером, потом целый день у нас были экскурсии и культурная программа, на следующий день мы уехали, да, но где-то мы были практически двое суток, почти, немножко меньше, чем двое суток получилось, вот, но всю территорию я лично обойти не успела, потому что она огромная, и даже те места, которые уже застроены, где есть что-то интересное, я туда не попала. Дальше рыбалка. Что у нас по рыбалке? У нас есть очень красивый, там есть канал, который уже давно прорыт, и, в принципе, вдоль этого канала стоят вот такие вот беседки, есть открытые, есть закрытые, закрытые, в общем, разные-разные, чтобы можно было спрятаться от солнца, от ветра, от дождя, они все прямо на берегу канала, где можно ее снимать в аренду, ну, то есть там, получается, аренда места, да, приезжать рыбачить. Но также можно рыбачить и на озере, и со стороны базы, вот, то есть можно, живя в коттеджах, брать снасти на прокат и идти в любом месте рыбачить. Ну, там отведенные места для того, чтобы не мешать, допустим, людям, которые на пляже будут купаться, да, там сделаны очень красивые насыпные песчаные пляжики. Вот, ну, там стоит наша скульптура Юницкого, которая тянет рыбу бронзовая. Вот, в первый день, когда мы приехали, была баня. Ну, понимаете, вот вроде бы все как всегда, все как везде, но в каждом, в каждом каком-то комплексе есть что-то необычное, есть какая-то, можно сказать, юницкая, юницкая изюминка, да, что-то, что привнесено такое интересненькое, чего нет в другом месте. Например, здесь баня как баня, есть комната, где раздевалка, душ, туалет, сауна, ну, все как обычно. Стоит стол, стоят, значит, стоят такие банки с разными-разными травами, с чаями, которые там же выращиваются, там же высушиваются. И вот мы, когда отдыхали, мы заваривали себе чай, вот из этих трав, да, мы его пили. Ну, вроде бы как, все обычно. Но перед тем, как зайти в баню, вы заходите в такое помещение, вот на левой картинке, где топится печь. И эта печь, она выглядит, ну, не могу сказать, что она выглядит как камин, но вокруг вот этого огня, вокруг этого чага стоят креселки, и можно посидеть, и там достаточно тепло. А стены у нее все стеклянные, и вид у нее точно так же на озеро. То есть, понимаете, вы сидите на такой стеклянной террасе, вы можете выйти туда в халате, в полотенце, совершенно мокрым, зимой, но вы будете сидеть у огня, и вы будете всю природу, прям вот от пола до потолка, вы будете ее созерцать сквозь стеклянные большие витрины. Очень приятно. На улице есть такой чан, который тоже подогревается, его снаружи топили дровами, в котором вот можно было покупаться. Но в чем изюминка? Там очень темная фотография, другой пока нету, может быть, кто-то из партнеров пришлет, что-то более яркое. Там сделаны два таких, я бы сказала бы, не могу сказать, что это шатры, это как такие, ну, шалаши, что ли. Они закрываются шторами. Внутри по две кровати все выстелено свежим сеном, на таких больших матрасах, толстых тоже из сена. Вот там можно отдыхать, там можно лежать, там можно поспать и подышать вот этим вот свежескошенной травой, свежескошенным, свежевысушенным сеном. Аромат там стоит сумасшедший. То есть вот банька, и вот рядышком вот такая вот интересная изюминка. Дальше мы пошли, когда пошли мы гулять по территории, нас отвели в мини-зоопарк. Тоже, казалось бы, ничего особенного, но тут у каждого животного своя история, потому что зоопарк, это тоже, он появился абсолютно случайно, потому что было хозяйство там на территории, были свинки, и потом, когда решили делать там уже базу отдыха такую, решили, что нужно этих поросят все-таки куда-то в другое место переселить. Их переселили на другую ферму, в Марину горку, но к ним туда, в этот самый, в этот зоопарк, приносили каких-то раненых птиц с подбитым крылом. А вы тут занимаетесь, вы тут такие экологи, вот полечите, у вас тут и есть ферма, там какого-то зайца с поломанной лапой им принесли, там то ли машина сбила, то ли что, так он до сих пор, там этот заяц-русак и живет, какие-то белки там прискакали. Я сейчас не скажу, потому что информации было очень много, может быть, когда-нибудь у меня все там устаканится, я вспомню еще какую-то интересную информацию, и я тогда буду на вебинарах рассказывать. Но я сюда на фотографии поставила то, что меня впечатлило очень. Вот есть там такие черные куры, которые занесены в Красную книгу, которых на планете осталось, я не знаю, чуть ли не 100 экземпляров всего. Куры полностью черные, у них черные гребни, у них черные лапы, у них черные перья, у них черное мясо, черные кости. И зеленые яйца. Они несут зеленые яйца. К сожалению, яиц мы не видели, но девочка, которая нас там сопровождала и рассказывала, она сказала, да, яйца действительно такого темно-такого зеленого, насыщенного цвета, но внутри, говорит, самое обыкновенное яйцо, белок и желток. И эти курочки там сейчас очень хорошо, комфортно себя чувствуют, вот их тоже будут разводить. Что там дальше будут с ними делать, еще неизвестно. Вот. Там все яйца, которые, допустим, куры несут, там разные виды, простых там не было, мы простых не видели, там все такие экзотические, интересные, но все яйца, которые там несут куры, они все уходят в рестораны, всех употребляют в пищу. Козочки, которые там есть молоко, тоже уходят в пищу, там из них варят сыры. Кормили нас там на убой, как говорится, такое некрасивое слово, но по-другому не могу сказать, потому что еда очень вкусная, очень сытная. Мы заказали трехразовое питание в ресторане, и я вам скажу, что в какой-то момент мы подумали, может и не надо было, потому что каждый раз, когда приходишь и видишь вот это изобилие, эти огромные порции, и думаешь, боже мой, куда же оно там поместится у меня. Мы приходили, я помню, на завтрак пришли в день отъезда, и такие, думаю, боже мой, у нас еще вчерашний ужин, наверное, не переработался, он был такой вкусный. То есть все продукты максимально свои используются в ресторане. Кстати, очень интересная фотография, правый нижний угол, там все животные очень ручные, их там любят, к ним хорошо относятся, они всегда вылезают, как только люди подходят, они вылезают, дают головушку там почесать их, пополоскать, общаются, издают такие звуки, прям вот реально живое общение. Но так как нас попросили ничем не кормить, то мы ничем не кормили. И вот на правой нижней фотографии есть у них там вот один такой, такая вот козочка, которая всегда жует шнурки. Нам сказали, что если их не кормить, то есть если что-то принести, дать пожевать, она будет брать из рук и кушать. Если же ничего нет, она начинает жевать шнурки. И действительно, как по команде, она начала жевать шнурки, там подошла женщина, мы ее сфотографировали. Все они прям реально, вот эти животные, все как будто бы общаются. Там, по-моему, Насуха была или кто, и эта девушка Настя, которая там за ним ухаживает, говорит, ну подойди сюда, подойди сюда, тебя хотят сфотографировать. Она так подняла голову, посмотрела, раз подошла, она говорит, ну вот сюда, на ступенечке сядь, тебя сфотографируют. Она села, так головку на бок повернула. Мы ее пофотографировали. Она так на одного, на другого посмотрела, типа, все, можно идти, да, повернулась и ушла. Настя ее почесала, и она повернулась и пошла. То есть, ну, видно, что вот прям колоссальная любовь. И везде на территории вот всякие из каких-то коряжек, какие-то сделаны интересные скульптурки, такие вырезаны. Вот я специально эти фотографии поставила, чтобы передать ту атмосферу. Вот эти березы везде, такая белорусская природа красивая. Ну, там такое умиротворение, ну, там так себя хорошо чувствуешь. Ну, действительно, не дадут соврать, ребята, ну, прям вот как будто вы в раю побывали. Были мы в экодоме. Тоже прям потрясающая вещь, когда по периметру находятся номера, он уже полностью сдан в эксплуатацию, там можно снимать номера, там можно жить. По периметру вот так вот идут комнаты, а внутри вот такой вот дворик с такой зеленью, экзотические растения, там растет инжир, там растут какие-то пальмочки, там тепло, все это под куполом, такой вот зимний сад. Мы сейчас сидим на креслах перед камином. С обратной стороны сейчас покажу. Да, вот еще на левый нижний угол, посмотрите фотографии, если будет вам видно. То есть на дереве висит уже зрелое яблочко, и, ну, не могу сказать, что много, но дерево цветет. То есть как будто бы второе дыхание у него проснулось, ему там настолько хорошо, что оно начинает цвести заново, как весной. Интересно, что будет из этих цветов, но, наверное, яблоки, конечно, не вырастут, но сам факт того, что дерево цветет, проспустились цветочки, говорит о том, вот насколько ему там хорошо и комфортно. Это дерево, по-моему, да, на крыше этого эко-дома. На крыше эко-дома тоже посажены маленькие колонновидные яблоньки, виноград, и все это с плодами, и все это можно было подойти, оторвать, попробовать. То есть нам все разрешали, ну, потому что нам, конечно, было очень интересно, хотелось действительно все попробовать, потому что оно, ну, все там какое-то милое, и все такое необычное. И вот этот камин, который, около которого мы сидим, выходит вовнутрь помещения, а из помещения это большая печь, такая большая русская печь, в которой можно внутри печь хлеб, готовить, кушать. Вот, то есть если снимать эко-дом, то всем этим можно пользоваться. Ну, и, конечно, вы знаете, изюминка этого дома, это то, что в нем нет канализации. Там вся система замкнутая, туалетные комнаты в номерах есть, но все это уходит в специальный резервуар, там есть специальные бактерии, которые все это очищают, проходят через фильтры, и идет на полив вот этого внутреннего, внутреннего зимнего сада. И вот когда мы туда зашли, нам сказали, в первую очередь сказали, подышите глубоко, вот как вам здесь атмосфера, как вам здесь воздух? Воздух там был шикарный, пахло вот этой зеленью, этой свежестью. Вот, и вот человек нам, ну, вот экскурсовод подтвердил нам, говорит, вот представьте себе, как хорошо дышится в доме, в котором нет канализации, да, то есть как бы вот эту всю экосистему Юницкий показал в действии, можно приехать и там пожить. По хозяйству у нас тоже была экскурсия, нас встретил Денис Воложин, это он главный менеджер по гумусу и ютере этой активатор почвы, да, провел он нам экскурсию, показал он, как производится этот гумус, то есть все очень просто, все с самыми натуральными червяками, взяли лопатку, немножечко приподняли почву и действительно увидели там вот много-много-много обыкновенных червячков дождевых, которые все время суетятся, все время находятся в работе, вот, и сейчас на территории уже практически закончено строительство, уже запускается производство, там же вот на территории этого хозяйства производство, скажем так, большое производство гумуса и этой ютера, активатора почвы. Нам всем подарили по бутылке литровой, вот мы будем сейчас испытывать, кто-то может быть на комнатных растениях, но уже, наверное, мы будем ближе к весне, рассаду будем зимой высаживать и выращивать, но я хочу еще попробовать вырастить зимние помидорки черри, которые можно выращивать дома на окне, вот мне будет очень интересно попробовать использовать этот активатор почвы. Что меня там поразило, так это песчаные грядки. Вот сейчас перед вами на фотографии в таких квадратах речной песок, который абсолютно пустой, абсолютно чистый, вымытый, без добавления там какой-то либо почвы или каких-то питательных веществ, он только политый этим активатором почвы и ютеры, и в каждом квадрате идет разный процент вот этого раствора. И видно, что в одно время посаженные семена, допустим, здесь, по-моему, был салат, вот, и видно там, где нет вообще раствора, да, и потом дальше там 1%, 2%, 3% раствор, и полит этот песок. То есть нам разрешали оторвать листочек, попробовать на вкус, чтобы мы понимали, что он никакой не химический, он абсолютно нормального вкуса. То есть как вот работает этот активатор, да, вот это их экспериментальные грядки. Они там делают это и на буром угле, там на чем только не делают, да, но мне больше всего поразил этот песок, потому что я понимаю, насколько он пустой, да, когда он уже полностью весь промытый. И вот в нем вырастают вкусности. Еще большое впечатление на меня произвели апидомики, так они называются. Если будете там на территории и увидите большую красивую пчелу, значит там рядышком эти домики. Как они выглядят и что это такое? Это пчелиные ульи, над которыми сделан домик. Вот я стою рядышком с домиком, он вот такой вот маленький. И снаружи, вот фотография не очень удачная, снаружи в стенке видны такие маленькие отверстия. Это есть как раз входы для пчел. С улицы входы для пчел. А изнутри домик выглядит вот таким вот образом. То есть на этих ульях находятся лавки, на которые можно садиться и лежать. То есть вы понимаете, да, вот так вот стоят в ряд по три улья. С улицы пчелы туда залетают. Над ульями стоит домик. На этих вот, на ульях прямо сделаны лавочки. Эти лавки можно потом вот так поднять, крышки ульев открыть и вот доставать оттуда мёд, менять рамки, да. Потом это всё закрывается. Сверху кладётся вот эта лавочка. Для чего это нужно? Это такая своего рода терапия. Релакс и терапия. Я назвала её пчелотерапия. В этом доме очень вкусно пахнет прополисом и мёдом. Мы сейчас были уже в сентябре. Утро было прохладненькое. Мы туда как раз успели забежать утром. Утро было прохладненькое. Но тем не менее запах прополиса и мёда в этом доме был достаточно ярко выраженный. Я себе просто могу представить, как это всё пахнет летом, когда хорошо всё разогревается на солнце. И когда сеанс, там проходят такие сеансы. Приходите и ложитесь на эту лавочку, на эти ульи. И, во-первых, мы дышим этим прополисом, дышим этим запахом мёда. Это уже для нас как ингаляция, для наших дыхательных путей. Там вот есть пледик, можно накрыться, если вам прохладно будет. Но самая вкусность в том, что мы лежим на ульях. А эти ульи, они гудят, они вибрируют, потому что пчёлы там прям вот работают, работают. И прям там такой чувствуется гул в этих ульях. И доказано учёными, что вибрация крыльев пчёл совпадает с вибрацией жидкости в наших человеческих клетках. И это очень благотворно, очень благоприятно действует. Вот этот звук вибрации, звук жужжания пчелы, именно пчелы, очень благотворно влияет на человеческий организм. Поэтому вот такие 45-минутные сеансы, стоят они очень-очень недорого. В белорусских это 8 рублей. На наши деньги, наверное, будет каких-то 3 евро. 3 евро 45 минут. Вы просто лежите, отдыхаете. То есть, как нам сказали, туда люди приходят и засыпают, ложатся и засыпают. Когда сеанс заканчивается, девочки приходят, говорят, и нам всегда очень часто приходится людей просто будить, потому что они так там кайфуют, они там так отдыхают. В принципе, это очень хорошо, даже если вот вы зашли, легли и уснули. У нас было очень мало времени, всего полчасика, и нам прям хотелось всё-всё-всё это увидеть, ещё раз узнать, ещё задать вопросы, чтобы мы могли всё это потом вам передать. Но тем не менее, мы тоже ощутили это. Прямо вот действительно, и вибрация была, даже несмотря на то, что пчёлы уже не такие активные, что уже похолодало. Но они ещё, ули были открыты, они ещё туда-сюда летали. Вот это меня тоже очень впечатлило, поразило, и очень-очень мне прям понравилось. Ну и, естественно, мы побывали в экотехнопарке. Ну, проехаться нам, конечно, никто не дал, потому что сейчас у них в любом случае идёт работа, это рабочее время. Многие машины были сняты вообще с рельсов. Специально для нас, для нашей экскурсии машины запустили, две трассы активно работали. Мы увидели, как ездят эти юнибайки и юнибус. Вот мы смогли пофотографироваться там. Мы увидели, что действительно очень много новых трасс, очень много новых анкерных опор, много каких-то натянутых сверху трассов. То есть мы понимаем, что там работа кипит, и к тому моменту, когда они будут готовы нас в очередной раз принять на очередной кофе, это будет, наверное, просто бомба какая-то для нас, для всех. Вот. Так как среди в нашей группе были люди, которые впервые приехали, то вот как раз им было очень интересно. Нам провели подробную экскурсию, нас завели и вовнутрь в вокзальное помещение. Мы побывали в музее тоже, еще раз могли найти свои имена на потолке. Кстати, видите фотографию? То есть помните, здесь были буквы Skyway, вот так как у нас сейчас название поменялось, мы теперь UST, да, Unisky Stream Technology, теперь буквы тоже поменяли, теперь уже и новый вот знак немножко не поместился в кадр, да, и буквочки вместо Skyway сейчас буквы UST. Вот. Ну и на закусочку наша была общая фотография, правда, все равно кто-то куда-то успел убежать, у нас там были среди нас девушки, которые сажали свои яблоньки, они еще вызвали мы садовника, и садовник их еще отвел, помог найти, потому что яблони благоухают, разрослись, усыпаны яблоками, просто усыпанные, яблоки вкусные, мы там могли поесть, то есть нам, ну как бы мы подходили к саду, да, потом садовник конкретно повел наших девушек найти, им хотелось конкретно свои деревья, еще раз с ними сфотографироваться, уже посмотреть, как они выросли, да, вот, поэтому все остались довольны, все набрались эмоций, энергии, там, не знаю, я думаю, что мы там очень хорошо подзарядились, потому что там прям вот, ну, наверное, и земля, и воздух, и каждое деревцо, и каждая травинка излучают какой-то, какой-то, такой, не знаю, благость какую-то, и у нас получается такой энергообмен, вот, построен там огромный ресторан, очень красивый, тоже с большой стеклянной террасой, из ресторана можно видеть наши трассы, я думаю, тоже очень красиво, когда они все в движении, вход в ресторан туда свободный, люди из Мариной горки, мы видели, прямо на машинах приезжают и приходят поужинать, пообедать вот в этом ресторане, рядышком тоже сделали, построили они большую пиццерию, сдали ее в аренду команде, ну, так скажем, шеф-повар, который в ресторане, он же шеф-поваром пиццерии является, туда привезли большую итальянскую печь, там на месте собирали, при нас сделали пиццу, пицца бесподобная, воздушная, вот, и что мне понравилось, директор ресторана говорит, вот, Анатолий Эдуардович меня вызвал к себе и сказал, вот, работайте, зарабатывайте, но, максимально используйте наши продукты, вот, экологически чистые, из нашего хозяйства, и сделайте так, чтобы цены у вас были лояльны, чтобы это все было для людей, Денис Воложин говорит, вызвал меня Анатолий Эдуардович и сказал, вот, тебе нужно составить, значит, цену вот этому активатору, но так, чтобы он был доступен абсолютно любому огороднику, то есть, не только там для этих оптовых каких-то, да, для больших хозяйств, для оптовых покупок, а вот любому огороднику, чтобы был доступен, вот, когда были на экотехнопарке, вот, когда тоже экскурсия была, у нас там был Денис Олегович, тоже что-то говорит, говорит, да, вот, когда вот вызывает, Анатолий Эдуардович, и говорит там, то-то, 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 и мы себе так подумали, Анатолий Эдуардович, у него, ну, абсолютно до всего есть дело, у него абсолютно на все хватает времени, он везде требует, он требовательный, кстати, очень человек, он очень жесткий, и я думаю, что таким и нужно быть, но вот везде, в каждой области, когда он говорит, когда он какие-то вот требования там выставляет, то мне очень понравилось, что это, чтобы было для людей, чтобы было доступно, чтобы было лояльно, чтобы было вкусно, ну, вы понимаете, да, что я хотела этим сказать, что действительно человек, который всей душой переживает за то, чтобы все, что он делает, это было действительно для людей, вот, что-то еще хотел сказать, а вот на ресторане, на ресторане, на ресторане, вот мы, правда, не успели мы туда подняться, хотели, планировали, не успели подняться, тоже сделаны теплицы, тоже какие-то экспериментальные грядки, тоже какая-то там вот новинка, тоже что-то внедряется, что-то вот выращивается, вот, поэтому, хочу сказать, и пригласить всех, на следующие поездки, вполне возможно, сейчас будет еще хорошая погода, пока нету, не закрыли границы, хотела сказать, пока есть еще свободный въезд в Белоруссию, мы посмотрим, может быть, мы организуем еще одну поездку, я очень рекомендую, не пугайтесь в этих границ, мы хорошо проехали, мы очень хорошо провели время, мы действительно там так зарядились, что, когда я сказала, что, а, вот же, самое главное, не сказала, что там построена большая трасса, которая соединяет ресторан через все хозяйство на базу отдыха, потому что между базой и рестораном расстояние, но если я не ошибаюсь, полтора километра точно, и вот осенью планируется запуск первой действующей трассы, которая будет возить людей, которые будут отдыхать здесь на базе, будет возить в ресторан, будет возить в пиццерию, туда на рыбалку, потому что там же канал находится ближе к ресторану, где идет вот эта рыбалка, вот она прямо вдоль канала идет, эта трасса, то есть это будет первая действующая трасса, и запуск ее планируется этой осенью, и если все совпадет, и все получится, то, может быть, мы сделаем еще одну поездку, как раз на запуск этой трассы, я понимаю, что мы там не позагораем, я понимаю, что это уже будет осень, но тем не менее, я думаю, ну, приятно будет присутствовать там, когда будет запускаться эта трасса, когда можно будет на ней стать первыми пассажирами на этой трассе, вот, там же так, там же на выезде, или, так сказать, на въезде в это хозяйство, перед рестораном, есть магазин, вот это тоже мне очень понравилось, я думаю, всем нашим ребятам, кто был, понравилось, в магазине продается то все, что выращивается здесь, там фрукты, овощи, зелень, и продается алкоголь, там есть большой выбор различных настоек, наливок, делаются настойки на фруктах, на ягодах, на травах, которые все там же на территории Котехнопарка выращиваются, вот, мы там их пробовали на ужин, мы там очень много гостинцев, потом купили с собой, увезли домой, что нам в принципе особо, и как мы планировали заехать в Минске в какой-то большой супермаркет, мы этого даже не сделали, потому что мы очень много всего вкусненького купили там на территории, там и сетра, кто-то купил копченого, кто-то купил колбасы, которые можно запекать, там сыры, которые сами домашние там делают, а наливочки эти, то есть нам хватило, что нам даже не понадобилось заезжать в Минск на эти всякие там распродажи, вот, так что следите за информацией, читайте чаты, пишите мне лично, может быть, нужно кого-то в какие-то, может быть, давайте обновим наши, сейчас я как будто бы говорю для всего русскоязычного пространства, и для российских регионов тоже, но для Балтийских хочу сказать, давайте читайте чаты, следите за информацией, потому что, я думаю, еще одну поездку мы точно организуем осенью, до Нового года точно что-то придумаем, потому что я еще хочу и еще, и когда мы ехали уже домой в автобусе, я говорю, ребят, ну что, поедем на открытие трассы, они сказали, да, конечно, сейчас только приедем домой, мы уже готовы перепаковать чемоданы, и приготовить их для следующей поездки, вот, так что всего вам доброго, я надеюсь, что я вам смогла передать тот восторг, который испытала сама, вот, и очень хочу, чтобы следующая наша поездка была большим составом, присоединяйтесь к нам, и заходите на сайт акварели, смотрите, приезжайте, сами приезжайте, отдыхайте, вы не пожалеете, все, всего доброго, я рада, что вы были со мной, и до следующего четверга, на следующем вебинаре встретимся, пока.